Привет, друзья! Я Григорий Герман. На что надеялся Путин в начале 2022 года? И насколько эти надежды у него оправдались? Полезно иногда вспомнить надежды и посмотреть на результаты. Надежда на Вагнер, на таланты Пригожина, надежда на страх Запада перед ядерной российской дубинкой. На что сейчас надеется Путин? Все это мы обсудили с Игорем Эдманом. Оставайтесь, будет интересно. С чего все начиналось, к чему все стремилось? Какие надежды они имели и какие надежды были разрушены? И вот первое, что мне приходит в голову, это, конечно же, самая главная надежда, которая до сих пор, наверное, где-то в Путине, в башке его пляшивой зреет. Это то, что украинский народ, в конце концов, можно будет настолько разобщить, что он с радостью воспримет либо освобождение, либо хотя бы уже там, типа, не знаю, какое-то примирение. Да? С другой стороны, мы-то с вами понимаем, что Украина на третий год войны до сих пор еще мотивирована на победу. Все социологи об этом говорят. Да, ну тут хорошо, тут два вопроса есть. Во-первых, действительно, их ожидания и реальность. Но надо тут поделить ожидания Путина и, скажем, ожидания Путина и, наверное, нескольких человек, которые вместе с ним принимали это решение. Я думаю, что это был Шойго, это был Патрушев, как минимум двое. И ожидания всей другой части правящей верхушки, которая просто не в курсе была. Как оказалось, действительно, еще уже много информации об этом, что решение это принималось, скажем так, одним Путиным, по сути, но согласовывалось в чрезвычайно узком кругу. А остальные были постфактум, или, скажем так, перед самым началом агрессии, поставлены в курсе. Еще знали прекрасно об этом ЦРУ, конечно, как мы видели по заявлению американцев, то есть они там все знали досконально, когда что будет и так далее. Но вот я думаю, что директор ЦРУ и президент Байдена об этом, конечно, знали лучше, чем ближайшие путинские прихлебатели, какой-нибудь там премьер Мишустин или мэр Собянин, которому он Путина не сильно доверяет. Но не суть дела. Так вот, безусловно, Путин ожидал, но это все знают, и, в общем-то, они не скрывали этого изначально, легкой победы. То есть, понимаете, я думаю, что он ориентировался на некие исторические параллели, да, и тут есть даже, может быть, с точки зрения технической даже определенной параллели, потому что, знаете, когда разрабатывается какая-то военная операция, естественно, поднимается из архивов предыдущий опыт операции. Ну, они надеялись провести что-то примерно, как это было в 68-м году в Чехословакии. Операция советской армии по оккупации Чехословакии и свержению, в общем-то, законной власти. Она прошла практически без единого выстрела. То есть, там выстрелы потом были, очень ограниченное число, но были. Но в первый момент их даже и не было, по сути. То есть, это был бы, это некий диалог был. То есть, они что сделали тогда в Чехословакии? Российские войска запросили на чешских аэродромах, значит, самолеты, возможно, сесть, да, под видом каких-то там, значит, проблем или что-то. Почему как бы все в оккупацию привели, что называется, без шума и пыли, как говорил один киношный герой? Там же был очень интересный момент, да, потому что из самолетов высыпали солдаты в голубых беретах. Это впервые было использовано голубые береты по причине схожести с беретами ООН. А это были советские десантники, да. Да, ну, да, это я, кстати, деталь не знаю, но оно довольно странное, но тем не менее. Вот, потому что откуда, в стране варшавского договора вдруг были береты. Я думаю, что это какой-то апокриф, да, как говорят историки. Ну, неважно. Может быть, неважно. Да, да, ну, хорошо, ладно, это как бы мы отступили на тему. Так вот, да, ну, то есть что-то так без шума и пыли они хотели это делать. Ну, все мы это знаем, что там Росгвардия с дубинками ехала в обозе. То есть они думали, что, и, кстати, официально даже об этом заявлял, и более того я хочу сказать, что я просто знаю, да, сообщения от моих, как бы, ну, там, знакомых, у которых были родственники, там, туда-сюда, в оккупационной армии изначально, что им сообщали следующее. Значит, не волнуйтесь, войны не будет, ВСУ не будет воевать с нами, будут отдельные бандеровцы, как они любят говорить, на каких-то бандеромобилях, например, то же самое Песков говорит. И, в общем-то, вы настраивались на это и верили в это, что самое интересное. Но получили, конечно, полбу, поленом. Дальше, конечно, если у Путина было бы хоть крупица здравого смысла, он бы просто ушел. Вот вы из Украины, даже, ну, ввязался в авантюру, быстро собрал манатки и ушел. Примерно, как это сделали китайцы, сделал Дэн Се Апин во время войны, китайско-вьетнамской короткой войны, как-то после оккупации Вьетнамом, Камбоджи, Кампучи. Вот, значит, но он не может отступать, это мы знаем, он пытается переть вперед в любом случае, потому что он боится, что любое его отступление будет, как человек закомплексованный крайне, внутренне неуверенный в себе, он боится, что любые его отступления, любые какие-то компромиссы, на которые он может пойти, они будут восприняты врагами, которые его в больном воображении окружают всюду и готовы его, как он говорил, мишку поймать, значит, вырвать когти и зубы, содрать шкуру и повесить на стену. Это вот он так, он тогда проговорил с этой шуткой о собственном внутреннем мировосприятии, подсознательном восприятии себя в этом мире, что его все пытаются поймать и так далее. Ну вот, значит, да и он продолжает эту безумную войну, уже по инерции, по инерции продолжает безумную войну, просто потому что не может остановиться, не может признать поражение, по сути. Вот, что касается других персонажей, они, конечно, никакой войны не хотели, да даже те, кто и соглашались на ней, даже те, кто рассказывали Путину сказки о том, как они быстро захватят Украину и что у них там все схвачено и что, значит, КГБшники, ну, нынешние ФСБшники, там, Грушники и прочие рассказывали ему, Путину, что там уже вся Украина завербована и что те миллиарды долларов, которые выделены, они уже распределены в ровной степени между всеми представителями украинской правящей верхушки и что все только и ждут, когда придут войска, чтобы немедленно со светами броситься к танкам и с хлебом соли встречать, значит, хозяина Путина на украинской земле. И даже те, кто, как Шойгу, уверял, что у них там сверхоружие, бупер-пупер, и завтра они там вообще одним ударят с тема колонны марширт, свайты колонны марширт и вообще все. Вот, и они тоже не хотели, конечно, никакой войны, они хотели, они воровали с удовольствием деньги, под эту войну, под эту операцию, и как всякие, будучи тупыми, недалекими людьми, они, конечно, не задумывались просто о будущем, они же все тактики, они стратеги. Они очень радостно брали бюджеты на подкуп украинской элиты, на оснащение российской армии, но просто надеялись, что до какого-то дня и часа истины, да, это не дойдет, и что все, они так и были, то есть, десятилетиями брать эти бабки, десятилетиями перевооружать российскую армию, которая воевать при этом не будет, и десятилетиями подкупать украинскую элиту, при этом никто толком не будет знать, куплена она или нет. Понимаете? И, конечно же, их, конечно, как была для них эта история с сильным стрессом, что Путин слишком им поверил. Они даже, видимо, не ожидали, что он так им поверит, что они уже все там купили, уже все заплатили, осталось только прийти и сорвать куш, да? Да. Но Путин вдруг и взял, и да и поверил. И тут они, конечно, все были в шоке, очевидно. Это было видно по тому знаменитому Совету Безопасности. Да. Ну, дальше что? Дальше. Дальше они, понимаете, они, конечно, давно эту войну закончили. Сто процентов. Для них это все очень болезненно. Я уже сто раз об этом говорил, не буду повторяться. Понятно, по множеству причин. Они чувствуют себя как в сожженной крепости. Они, у них перманентный стресс. Час их еще и начали сажать. Понимаете, то, что Шойгу разворовал армию, никто бы не узнал, если бы не эта война. Зачем Шойгу было воевать? Он не для этого стал министром обороны, чтобы воевать. Он стал министром обороны, чтобы финансовые потоки подмять под себя и воровать. Понимаете? А тут как бы это бы никогда не вскрылось. Потому что никто не знал, работают танки, арматы, например, или нет. Пока не началась война. Ну, они, правда, и на парадах не очень так уверенно ездили, мягко говоря. Но какое-то впечатление вроде производили. Но вот. А тут война началась. Это же на днях был самый яркий пример того, о чем вы говорите. Да, вот этот вот склад снарядов в Тарапце, который был построен, открыт, бетон, всюду. Никогда ракета, ракета не сможет пробить этот бетонный блок. Ух, все. О, боже. У нас тут 33 килотонны. Да, классическая история. Потому что, действительно, они там рассказывали, что чуть ли не ядерный взрыв. Значит, не сможет. Даже краску не забьет с этого цена. Абсолютно, да. Да, да. То есть гигантский метеорит тоже не сможет. А тут вдруг ба-бах. И какие-то не очень большие, не очень дорогие дроны украинские его разнесли в хлам. Там, естественно, да. То есть все это очень хорошо. То есть военные вообще, вообще военные, да, в российские особенно. Они, конечно, те, кто в наименьшей степени заинтересованы в войне. Потому что им очень хорошо живется в мирных условиях. То есть очень выгодно готовиться к войне, а воевать очень стрёмно. Вот поэтому они тоже очень все в лёгком шоке. Но деваться им некуда. То есть у него некоторые в лёгком, а у него некоторые уже в тяжёлом и в камерах сидят. Но деваться некуда, потому что Путин абсолютно отморозился. И он требует... Знаете, ему обещали победу. Обещали эту игрушку, конфетку. Он уже своё болезненное параноидальное честолюбие подготовил. Потому что он должен там Аки Наполеона в белом коне, в треуголке, там, в каком-нибудь лёгком плаще прогарцевать по Киеву. И тут бабах, всё срывается. Но так как он маньяк, мы уже говорили, он продолжает переть, переть, он всё на что-то надеется. Так что сейчас его и в том-то и самая интересная фишка, что интересы его, и его логика, и логика его окружения, они находятся в противоречии. Окружение мечтает, когда это всё закончится, а он требует победы. И это для него, в общем, опасная ситуация. Это то ружьё, которое висит на стене, как по известному чеховскому высказыванию. Висит на стене пьесы и может в любой момент выстрелить. Уже первая попытка была, это выстрел Пригожина. Пуля из этого ружья, пуля посвистела около путинского уха, но прошла мимо. Вот если когда будет следующее, следующая попытка неизвестна, но это совершенно не исключено. Вот, кстати, по поводу Пригожина, история с Пригожиным интересна же ещё и тем, что, насколько я понимаю, в конце 22-го, в начале 23-го года Путин вполне серьёзно делал ставку на пригожинских орков, на их эффективность. На эффективность, в принципе, ЧВК Вагнера как такого. И в результате их деятельность закончилась там взятием Бахмута, но при этом абсолютно бесславным с путинской точки зрения походом на Москву, который тоже закончился бесславно, то есть ничем. Получилось, что это первая громкая подстава, которая... Что показала вот эта вот подстава и эта надежда на Пригожина и то, что потом с ним произошло? Да, Путин, конечно, вот, к сожалению, Путину пока везёт. Он совершает совершенно дикие ошибки, он совершил совершенно дикую ошибку в случае с Пригожиным. Он позволил Пригожину создать и оснастить вторую фактическую армию. То есть он децентрализовал инструменты насилия. Он создал ситуацию, положение абсолютно идеальное для возникновения гражданской войны. Ни один диктатор разумный никогда бы этого не сделал. Вы можете себе представить, что Сталин бы, например... Ну, то есть Сталин, конечно, тоже маньячином был, но человек вполне, скажем, уверенно державшийся за власть и обладавший огромным таким инстинктом, да, инстинктом даже не политическим, а таким диктаторским, что ли, инстинктом. Конечно, что он там взял и решил, ладно, так, у меня Жуков что-то плохо работает, давай-ка я подниму какого-нибудь бывшего зэка, там, какого-нибудь Мишку Япончика и разрешу создать собственную частную армию. Ну, совершенно понятно, что этот Мишка Япончик завтра эту частную армию поведёт на Москву. И мне это было очевидно, я писал об этом, я писал об этом, там, ну, почти за год до всей этой истории. Как только началась вот эта история с ЧВК Вагнера, я писал, что Путин делает мощнейшую ошибку, которую его может сохранить. Но это Пригожно оказалось не на высоте положения. Он мог, конечно, раздолбать к чёрту его матери этот режим и Путина, но он оказался не на высоте с дрейфа. Вот, значит, ну, скажем так, почему, кстати, ещё это произошло? Это очень важный момент. Путин заставил это сделать, да, это успехи, победы украинской армии. Только это. И сейчас его заставят делать ошибки и подставят только очередные победы украинской армии. Потому что в ситуации как бы спокойно, вот я говорил о том, что его верхушка, она, конечно, не мотивирована скорее эту всю байду закончить. Но пока эта байда вся кровавая, ни шатка, ни валка идёт и, конечно, напрягает это всё, но они не видят какого-то краха приближающегося быстрого. Они ещё как-то это всё держат, терпят и так далее. Если они увидят, что ситуация опять объективно ухудшается, причём довольно быстро, они поймут, что больше где-то там на всяких закрытых спецобъектах или гольф-клубах разговаривать и ругать Путина в полголоса уже хватит. Пора переходить к действиям. Но для этого должно что-то такое произойти а-ля вот то, что породило Пригожицкую армию. Вот эти неудачи 22-го года российской армии. Вот, кстати, вы использовали слово байда, это кровавая, да, и я понимаю, что это то, что... Вот ещё одна надежда, которую Путин наверняка возлагал на своё общество, потому что, ну, для украинцев это экзистенциальная война, это народная война, это отечественная война. Вот по всем канонам, по которым описывали отечественную войну в Советском Союзе, да, даже фотографии и сюжеты у нас есть схожие, да. А для россиян, для большинства россиян, это всё так же какая-то байда, которая происходит где-то там, которая иногда прилетает и на которую особо обращать внимание не стоит. Но, вот тут вот летом случилась нога супостата на исконной русской земле. Но это не привело к появлению и к подъёму какого-то общего народного духа, а вот теперь мы встанем все. Да, какое-то количество людей пошло ещё подписывать контракты, но я не думаю, что это количество людей удовлетворит Путина и каким-то образом повлияет на ситуацию на фронте. Можно ли сказать, что это ещё одна надежда, которая у Путина не оправдалась? Я уже не знаю, надеялся ли он на это. Вообще он привык все вопросы решать с помощью денег, да. Он такой человек 90-х, он привык и уверен в этом абсолютно, да. Знаете, есть такой термин, что в России истинная, это давно, кстати, возник уже этот термин, что истинная система политическая в России это не там не автократия, не демократия, а баблократия. То есть власть бабла. И вот это баблократия, он и свои нынешние проблемы пытается решить с помощью денег, да. То есть мы знаем, народ не идиотно воевает, но поднимает постоянно зарплаты, выплаты там всяких, контрактников. То есть он пытается купить, купить население. И, кстати, история с Пригожиным это тоже история бабла была. Он тоже пытался, валивая в Пригожинскую армию бабло, как-то вот вывалить эту ситуацию негативную для него. Вот, значит, надеялся ли он нас на уропатриотический подъем, я не знаю, честно могу сказать. Но никаких признаков его этого подъема нет и не было. И быть не может. И вот вы говорили об этой отечественной войне и прочее, прочее. Если бы сейчас украинская армия пошла бы там на Москву даже, в России никакой бы отечественной войны не возникла. Есть меньшинство населения, патриотически озабоченное, державное, имперское озабоченное, меньшинство населения. Это там 15-20%. Вот они пасутся в телеграм-каналах военкоров, они там на себе рвут волосы и так далее. Но это меньшинство населения. Большинство населения как было инертно, так и осталось инертно. Оно как бы не против Путина, оно кивает своими, значит, головами не очень, скажем, интеллектуально развитыми на все, что говорит пропаганда. Но само делать ничего не хочет, естественно. На Курскую область напали, ну и хрен с ними. Это далеко. Ну ничего, там военные, у нас есть военные, ну пускай они исправляют. Ничего. Значит, другой вопрос. Когда это большинство начинает чесать репу и не нервничать? Вот и когда война стучится к ним в дверь. Вот поэтому Путин не хочет проводить мобилизацию. Именно поэтому. Потому что он видел, какой шок был в обществе, когда была первая волна. Да, у Стаса на граничные призвали-то всего 300 тысяч человек. Эти военкоры пишут, что им нужно там 500, минимум 500 тысяч. Еще дополнительно пишут полтора миллиона и так далее. То есть это действительно там огромная у них дыра, огромный дефицит пушечного мяса. Но да, и население тогда именно начнет возбуждаться, нервничать, психовать, возмущаться. Когда к ним в дверь постучат и скажут, собирая манатки и на фронт. Побегут к границам опять толпы. Вот есть мнение на самом деле, мы же помним с вами о том, что где-то в конце весны начался резкий рост выплат. Вот просто вот такой вот стремительный выплат из-за подписания контракта пошли в гору, вот как военный транспортник на взлете, то есть свечка такая. Сейчас вышло определенное плато. Есть мнение о том, что на плато они вышли, потому что они достигли некой границы целесообразности экономической. Да, вот по выплатам каждым за каждый отдельный контракт. Плюс надо выравнивать регионы, потому что сейчас все едут в Москву. Вот из Владивостока дешевле купить билет на самолет, прилететь в Москву и там подписать контракт. Ну чистый бизнес, ничего личного. И поэтому надо как-то это дело все выравнивать. Вот вопрос к вам. Как вы думаете, действительно ли это граница, повышение которой не приведет к последующему росту количества подписавших контрактов? И это значит тогда, что следующий шаг это только действительно та мобилизация, которую они хотят? Да, тут есть два момента. Во-первых, они уже выходят на такие суммы, которые даже при том, что у них до сих пор сохраняются нефтяные доходы, но все равно они не без коней, у них их карман, их там заначка, она не безгранична. Они не могут платить уже там. Ну сейчас они уже платят 2 миллиона рублей за подписание контракта. Конечно, бешеные деньги совершенно, но там 5 миллионов, я думаю, они уже просто не потянут. Понимаете? Это во-первых. Во-вторых, действительно, как закон экономический, да, что при дефиците того или иного продукта или даже рабочей силы на рынках труда, значит, повышение, цена на него повышается, но она не может повышаться бесконечно. И в какой-то момент новое повышение цены уже не дает эффекта. Я думаю, что там близко к этому, но, конечно, трудно сказать, может быть, что там у них какие-то ресурсы есть. Но, с одной стороны, с другой стороны, мы видим, что даже те, кто сейчас их забирает, кто идет по контракту, их все равно не хватает. Понимаете, у них же сочетание чего? У Путина, с одной стороны, наполеонские планы, его же не устроит взятие, его явно не устроит взятие там нескольких сел в месяц, да, или даже поселка, или даже маленького городка. И он же мечтает, до сих пор мечтает, как бы победить в этой войне, поставить Киев на колени, захватить Украину, все это у него осталось, все эти планы. И, но ресурсы для этих планов он мобилизовать не может, потому что не умеет этого делать и боится этого делать, понимаете? И, да, поэтому у них надежда была до того, как началось украинское наступление, началось в Курской области, у них же была какая идея? Они об этом писали открыто совершенно во всяких телеграм-каналах, всякие там Дерипаски и прочие представители российской верхушки, что еще немного, еще чуть-чуть, и Украина пойдет в Каносу просить у нас мира на наши условия. Они на это рассчитывали, и они рассчитывали, что это будет до Нового года. Еще они запугивали украинцев Трампом, что вот еще секунду, еще немного будет Трамп, и тогда будет сложнее, и Трамп вас кинет, и Трамп неизбежно придет к власти, и все такое. И тут ба-бах, в Курской области началось контрнаступление, и, конечно, это полностью сорвало их планы, но, по некоторым данным, все-таки, даже сейчас, при том, что они вербально говорят, что, ну, теперь мы там уже обиделись, мы обиделись, знаешь, раз и навсегда, не подходите к нам, теперь мы, но в действительности они до сих пор проехали. Там же есть целая бригада, обрамочен компани, людей, которых хитро, вы, как бы правильно сказать, вымученных людей, которые продолжают эти разводки, имеют своих людей в Украине, они не хвалятся этим, как Медведчук, и не берут у Путина на это деньги, у них у самих деньги есть, но они продолжают сотрудничать с частью украинского олигархата и с разными там политиками некоторыми, вот, и они тоже это все разводят, мутят там, и до сих пор, до сих пор, несмотря на всю эту историю с Курской областью, но тут, конечно, они выражают интересы даже не Путина, а вот той путинской верхушки, о которой я говорил, которая эта война вот так вот же сидит в печенках, и они хотели бы ее закончить, они бы ее закончили на любых условиях, но есть фактор Путина, который требует победы, и поэтому им надо заканчивать эту войну на так, чтобы Путин на это согласился, подписался, или убирать Путина, понимаете? Убирать Путина они не готовы, пока у них не хватает для этого, видимо, смелости, вот, но поэтому они пытаются развести как-то украинцев на какие-то такие уступки, которые бы устроили Путин, но я думаю, что это все абсолютно не пройдет, да, не пройдет, потому что Путина никакие локальные уступки не устроят, а Украину не устроят, естественно, те требования, которые есть у Путина, то есть это уже и сейчас видно, и, кстати, видно, есть как бы вот такие люди, да, которые при Путине шавки, да, которые гавкают то, что у Путина на уме, вот выгавкивают, вот, например, пьяный медведев гавкает то, что у трезвого Путина на уме, и он страшно обрадовался, когда началась курская эта операция, потому что он начал орать, что, ну, теперь точно никакого компромисса не будет, теперь никакого мера не будет, я думаю, что Путин тоже не хочет этого, на него давят, его окружение как-то пытается его как-то на что-то там подбить, но он не пойдет на это, потому что он параноик, а параноики, и он абсолютный диктатор, а параноики, абсолютные диктаторы, они не будут идти ни на какие уступки, ни на какие шаги навстречу, там, пожеланиям даже самого близкого своего окружения. Вы упомянули о Курской области, ведь Курская область, на самом деле, и операция вооруженных сил Украины в Курской области, они же обломали еще одну надежду, которая наверняка была у Путина уже после начала полномасштабного вторжения в Украину. Это надежда на то, что ядерный шантаж обязательно сработает с западными странами. Ну вот автомат, мы начинаем грозить применением ядерного оружия, и тут же моментально все подступают, слушают нас и делают то, что мы хотим. А Курская область вот на максималках сломала это понимание, потому что все ждали, что вот, ну ладно, тут они, черт с ним, с танками, с самолетами, но вот когда на территорию наступление началось, вот тогда уже точно Россия не сможет перейти красную линию. Самая толстая красная линия – это линия государственной границы. И ничего, ничего не произошло. Да, абсолютно это правильно, и ничего, и что бы ни делал Запад, сейчас уже это видно и очевидно. Никакие красные линии, они не перейдут. Они уже все, что они могли перейти, это как бы все линию там, не знаю, разума, линию какой-то рациональности, они давно уже перешли. Дальше они уже перейти это не могут, потому что дальше уже начинается не просто какая-то линия рациональности, а уже линия природных инстинктов, да, инстинкт самосохранения. Вот они, собственно, что такое для них ядерная война? Это уничтожение всего, не только себя, да, лично, но и всего нажитого непосильным трудом, включая детей, внуков, там, семьи многочисленные, которые они уже, к которым они подготовили, как они считают, да, прекрасную жизнь не только им, но и уже всем потомкам там в десятом поколении. Вот все это стереть, да, в пыль, да, превратить в ядерный пепел, я думаю, что они не могут, потому что, как я уже сказал, это уже даже не рациональность, это уже инстинкт, это переход через самый элементарный человеческий инстинкт, инстинкт самосохранения. Что может человека подвинуть, переступить через инстинкт самосохранения? Только некая такая религиозная или идейная ангажированность. Вот, ну, мы помним, да, гитлеровская верхушка Геббельс, там, который покончился с убийством, отравили они всех детей с шиной Магдой и так далее. Значит, ну, и множество примеров, в том числе и положительных примеров, да, ну, я не знаю, там, какие-нибудь там народовольцы, там, какие-нибудь, с одной стороны, я считаю, что это более-менее положительный пример, с другой стороны, отрицательные примеры, всякие там исламские террористы, которые, но их двигает вера, вера, или в идеалы, или в религию, или еще что-то. Эти люди ни в какую идеал, ни в какую религию безумную, пускай самые безумные, не верят. Они, как я уже сказал, баблократия у них была и осталась, да, и религия бабла тоже самая, то есть баблоизм такой, вот, не, 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 там, не иудаизм, не индуизм, а баблоизм. Вот, религия. Поэтому они могут делать глупости, потому что неправильно рассчитывают, вот, как Путин начал эту войну против Украины, просто по неверному расчету. Но, очевидно, переступать через собственный инстинкт самосохранения, и совершать жизнь самоубийством, и кончать жизнь самоубийством, они, конечно, не готовы. Поэтому ядерное оружие не будут никогда использовать. И сейчас это более-менее очевидно для всех, кроме некоторых из западных политиков, которые почему-то боятся, я, прежде всего, американцы в данном случае, разрешить Украине стрелять ракетами своими по глубине российской территории. Я уж тоже не знаю, с чем это связано. У меня была версия, что просто Байден немножко остался жизнь в 70-х, когда он общался с Косыгиным, там, Брежневым и прочими. И вот для него до сих пор Россия – это могущественный Советский Союз. А Россия давно не Советский Союз, а некий так шматок от Советского Союза оставшийся. Уже такой, знаете, достаточно покоцанный шматок. Мы это обсуждали недавно с коллегами. О том, что вот на самом деле сейчас же просто в Соединенных Штатах поколение людей, которые, помните, после Второй мировой войны, во время Холодной войны, американских детей учили прятаться под парты в рамках тренировки на случай Советского ядерного удара. И вот я думаю, что где-то вот это вот то поколение людей, которые либо родители прятались под парты, либо они сами прятались под парты. А это же как бы травма в детстве, которую очень сложно из себя извергнуть. Поэтому автоматом территория, столицей которой является Москва, воспринимается как серьезная, очень серьезная угроза. Вот такой вот атавизм. Абсолютно, абсолютно согласен. Я тоже об этом уже не первый раз говорю. И особенно это относится, видимо, к Байдену и влияет на его администрацию. Потому что он же ездил в Советский Союз. В общем, я смотрел видео, как Байден, короткое интервью с Байденом по какому-то советскому телевидению, не помню, первый канал или второй. Первый, наверное, там всего два канала было. И он с таким уважением вообще о Косыгине, господин Косыгин, господин Брежнев. То есть он для него, видимо, какой-то пиетет и страх какой-то перед вот этими кремлевскими жителями остался. Я вот думаю, что Харрис, она такая женщина импульсивная явно, с холерическим темпераментом. Я думаю, что от нее можно ждать более таких смелых и резких шагов. Еще одна надежда, которая тоже связана с международной политикой, это была, насколько я понимаю, была ли такая надежда у Путина на плечо Китая, который сможет подставить свое плечо в случае совсем уже жесткого санкционного давления со стороны Запада. Ну и в принципе, да, с Китаем нам сам черт не брат и в принципе нам ничего не страшно. Насколько, в принципе, вот эта вот надежда Путина на всестороннюю поддержку Китая, реальную, а не декларативную, сбылась? Да, конечно, тут есть два момента. Первый, конечно, Китай очень много сделал для того, чтобы российская экономика не утонула. Это правда. Если бы не Китай, я думаю, было бы гораздо больше проблем, намного, раза в два, наверное, чем сейчас есть в экономике российской. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, никакой всесторонней поддержки нет. Нет, по сути, вообще поддержки. Есть просто отказ от санкций и заработок на российских природных ресурсах. То есть они получают дешевый природный ресурс, доят Россию, понимаете, элементарно. В свое время, скажем, немцы тоже использовали довольно дешевый российский газ. Но это не знают, покупали, но это не значит, что они поддерживали Россию. Они делали свой бизнес. Также китайцы делают свой бизнес. То есть, понимаете, это существенная, это такая ложь, в общем, российской пропаганды. В свое время сербы говорили, ну, еще до Первой даже мировой войны, что нас с русскими 100, там, не помню, 50 миллионов примерно. И вот сейчас примерно российская пропаганда говорит, нас с китайцами там полтора миллиарда, даже больше миллиарда. Но в действительности они не с китайцами, китайцы просто их эксплуатируют дураков. И все, просто эксплуатируют, эксплуатируют их природные ресурсы. Они думают, что они их поддерживают, а они их так обезжиривают постепенно. Эти же ресурсы невосстановимы, особенно там лес, например, и так далее. Все эти ресурсы уходят в Китай. Вот и все, причем довольно дешево. Вот и вся поддержка. И самое интересное, в конце нашего с вами беседы, а на что сейчас надеется Путин? На что сейчас может надеяться, ну, верхушка, насколько я понимаю, та, о которой вы говорили, но есть, что он сдохнет в ближайшее время, да, и тем самым избавит их от необходимости его свергать, травить, убивать и так далее. А на что надеется сам Путин и те, кто с ним развязывал эту войну? Ну, по большому счету, они надеются на великий родственник авось. На авось. Авось, что-то произойдет, и ситуация вдруг резко разрулится в их пользу. Ну, ипостаси авося. Трамп, например. Ну, сейчас вроде видят, что Трамп явно теряет, и шансов, конечно, у него уже становится все меньше и меньше. Но одно время они на этот авось очень сильно надеялись. Значит, другой авось. Что им удастся как-то запугать, перекупить, деморализовать, украинские власти, украинскую верхушку. Третья авось. Что им вдруг удастся, опять-таки, демобилизовать эмоционально, морально, там, политически демобилизовать украинское общество. Сделать так, чтобы в Украине начался новый какой-то Майдан. Об этом они, кстати, пишут в открытый, тот же Медведев. Причем Майдан не за Россию. Не понимаешь, что за Россию Майдан не сделаешь. Но их устроит любой Майдан. То есть, например, развести верхушку на какие-то переговоры и устроить силами ура-патриотов украинских Майдан против власти. Все, внутренний раскол в Украине. И они надеются, что таким образом... Вот это другая их надежда. Значит, какие еще авосьы? То у них была авось, то... Вот сейчас Путин озвучивал, когда республиканцы заморозили помощь Украине военной. Сейчас Украина закончится снарядой или закончится патрон. Ну, то есть, они надеются на разные авосьы. Понимаете? Почему это авосьы? Потому что это некие стечения обстоятельств, которые авось произойдут, авось не произойдут. Мы с вами считаем, что не произойдут. Они думают, авось все-таки произойдут. Понимаете? Это не расчет. Это не стратегический расчет какой-то. Что вот мы делаем шаг один, за этим следует... Такие последствия. Потом делаем шаг два, шаг три. И на шаге четыре мы побеждаем. Такого у них нет. У них, как я уже сказал, есть некие авосьы, на которые они надеются. Ну, вот так они будут надеяться на авосьы, пока авось у них у самих не случится какой-то коллапс. Да, Владимир Владимирович Путин по прозвищу Авоськин. Да, президент Авоськин. Вот он, собственно говоря, во всей своей красе и явился. Спасибо вам огромное. Берегите себя и до встречи. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго.